ПЕСНЯ ПЕСНЯ К Тебе свои молитвы высылаем. Нашел Ты в лавре вечный свой покой. Святая правда здесь не угасает. Россия наша названа Тобой. С чего начиналось наше отчество, наша Родина, которая называлась целое столетие Святая Роща? ПЕСНЯ Православная вера объединила эти враждующие племена и образовалась величественная Киевская, Владимирская Русь. И уже к концу, в начале XX века был император всероссийский, король польский, княж филлянский. Была славная, самая славная, вот, держава российская. Самая богатая. И люди, иностранцы, приходили, принимали подданство и вот построили, кстати, наш Петербург. И вот в истории нашей было много очень знаменитых людей. которые прославились, и историки описали их дела и подвиги. Вот одним из самых великих людей прошлых столетий, вот всем мы назвали Александра Невского, самый великий, славный, славный, непобедимый воин, полководец. Во всех отношениях он был действительно великим примером. И как человека, и как семьянина, и как великого воина, полководца. И во всех отношениях он был действительно великим. Но он всегда ничего не дожина без молитвы, без Бога. Это известно, описано историками и современниками. И он говорил, что Бог не в силе, а в правде. И вот, как известно, с небольшой дружиной он победил многотысячную армию шведов, за что и назвал, вот как на берегу Невского, это было Невским. Александр Невский, его имя вечно это подтвердило всенародное голосование в конце 98-го года. Он с нами был, есть и будет. Его великие подвиги и благие дела вдохновляли советских воинов в годы Великой Отечественной войны в битве с немецко-фашистскими ордами с захватчиками нашей земли. В этом зале присутствуют среди ветеранов Великой Отечественной войны Кавалеры Ордена Александра Невского. 21 год тому назад был создан Клуб Кавалеров Ордена Александра Невского с благословения митрополита Алексеев в последствии в последствии патриархов всей Руси при активном участии и содействии школьников 400-й школы педагогического коллектива этой школы ныне носящей имя Александра Невского. И вот среди этих кавалеров Александр Андреевич был удостоен чести внести в летопись славы нашего города слова о великих победах и благих деяниях Александра Невского. Дорогие наши юноши и девушки Имя Александра Невского будет среди нас России нашей звучать вечно ибо его благие дела его победы сделали создали нашу великую Русь. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Слава тебе, и утишителю души истины и живите цель и честь угрозной Слава тебе, и утишителю подать ему претелись и лицарь и утишителю и отчетелей члене и зверь и славе Боже, души нашей Мы сегодня совершаем молитвенное предстояние святому благоверному великому князю Александру Невскому, великому святому воину, защитнику Отечества и жизни, для того, чтобы соединить времен, связующую нить, для того, чтобы восполнить в нашей жизни тени послушания Богу, которые на протяжении многих десятков лет исповедовали наши родители и отчасти и мы. Потому что именно духовное основание, подвиг христианский и подвиг ратный, является не только примером, но является предстательством перед Богом о великом Отечестве нашем. Слава Богу, что традиция возвращается не только в наших отношениях друг с другом. Мы благодарим Бога о том, что мы в особенные дни приходим в святой храм для того, чтобы получить благословение Божие, для того, чтобы в нашей с вами жизни мы обрели правильное понимание устроения нашей жизни и нашего Отечества. И очень важно, что мы своим примером молитвенного совершения приводим к воспитанию доброму и наше молодое поколение. ПЕСНЯ 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 Стань вместе, как один, Русь врагу не отдадим Войни, иди, нас мяжет, пусть в бою поляжет Только Русь родимую мы врагу не отдадим Войни, иди, нас мяжет, пусть в бою поляжет Стань вместе, как один, Русь врагу не отдадим Русь врагу не отдадим Русь врагу не отдадим АПЛОДИСМЕНТЫ Несколько снизится боевая готовность Советского Союза, арк, будет уничтожен флот балтийский, и коммуникации перейдут в пользование немецких оккупантов. Для этого была сосредоточена мощная группировка в восточной части Пруссии. Было подготовлено для наступления 29 дивизий. Это полумиллионная армия. В этой группировке была 40-я танковая группа, которая имела в своем распоряжении около тысячи танков, 600 орудий и более тысячи прикрывалов эти войска. На пятый день немецкие войска, воспользовавшись большим разрывом между двумя армиями, которые прикрывали северо-западное направление, захватили Двинск. Сегодня он дал. И форсировали сходу западную двину. Образовали маленький плацдарк. Обстановка сложилась сложная. До Ленинграда оставалось 500 километров. Командование северо-западного округа, тогда уже фронта, приказало морской авиации Балтийского флота нанести мощный удар и обеспечить задержание и торможение, продвижение этой группировки. Была поднята ударная авиация Балтийского флота. За время вот этого удара было сброшено более тысячи фугасных бомб, 100 килограммовых и 250 килограммовых. Уничтожено значительное количество техники и живой силы противника. Это был первый удар Великой Отечественной войны, такой ощутимый для немцев, вот на этом направлении. За мужество и героизм 132-м летчикам-балтийцам было присвоено звание Героям Советского Союза. Летчики более 400 боевых кораблей и вспомогательных отправили на дно и 182 транспорта. Четырем летчикам-балтийцам присвоено звание Дважды Героям. Более 42 тысяч офицеров нашей армии были награждены орденами Александра Невского за управление в боях, за мужество и отвагу. Александр Невский – это великий наш соотечественник, который вошел в память нашего народа, которого вспоминают из века в век, передаются сказания из поколения в поколение, из уст, уста, о его мужестве и отваге. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Пусть солдаты немного поспят. Пусть солдаты немного поспят. Пусть солдаты немного поспят. Соловьи, Соловьи, не тревожьте, Соловьи. Пусть солдаты немного пострянут, Соловьи, Соловьи, не тревожьте, Соловьи. Печом к плечу, погон к погону, Одеты словно на барад, Пусть разные у нас шевроны, Одет к одету, друг и брат. Все канет к лету, друг и брат. Мы выбрали одну дорогу, Мы будем честью доложить, Во славу Родине служить. Пусть разные у нас петлицы, Ведь есть средь нас артиллеристы, Космонавты, моряки, И мы, своровы сыны. Хоть погон и разный цвет, В душе несем один завет. Все до посредней капли крови За Родину отдаст любой годе, Плечом к плечу, Погон к погону. Региональная общественная организация существует уже на протяжении семи учебных годов или лет, лучше, наверное, так сказать. За этот период с ними была проведена Огромная работа. В основе всей работы лежит Патриотическое воспитание. Здесь же, конечно, связь поколений, Потому что кто, Как не участники Великой Отечественной войны, Могут рассказать о тех боевых заслугах, О тех страданиях, О тех победах, Которые они выдержали. И на сегодняшний день Мы продолжаем встречаться с ветеранами, Где бы мы ни находились. Это не только в нашем родном городе, Но это и в тех городах-героях, Которые мы смогли посетить За период нашей работы. Нам удалось побывать Несколько раз в городе-герое Сталинграде. Мы были в Минске, в Бресте, Посетили Хатынь. Были мы с ребятами еще и в таких городах, Как Новгород, Который тоже за период войны Страдал немало. Вся наша работа строится непосредственно При участии, при поддержке Всех абсолютно руководителей, Как их теперь называют, Директоров. А мы их по-прежнему называем Начальников кадетских корпусов. Наш город – это столица Кадетских корпусов. У нас насчитывается их восемь. И мы работаем абсолютно со всеми. Что я могу сказать? Несмотря на то, Что в основе нашей работы Лежит именно патриотическое воспитание, Здесь же еще Мы закладывать стараемся И глубокие нравственные позиции, И отношения к окружающей действительности. Поэтому вся наша работа направлена Еще и на любовь К своей истории Русского государства. Это не только история военная, Это действительно История нашего народа. Мы о победе той войне мечтали, Когда теряли братьев и отцов, А сорок третьем словом вспоминали Историю кадетских корпусов. И принимая силу тех традиций, Осиротевшие мальчишки стали строй. За Петербург А детская столица Открыл спешком И согрел ребят с тобой. Что такое война? Война – это море крови, Это убийство, Не приносящее никому никакой пользы. В войне нету ни правых, Есть одни только виноватые. И виноваты в этом не сами люди, А те, кто их заставляют идти на смертный бой. А кто такие ветераны? К ветеранам у меня глубочайшее чувство уважения, Которые, жертвуя своими жизнями, защищали нас, нашу Родину. Отстояли ее, и благодаря им мы сейчас можем жить в мире. По моему мнению, война неуместна для нашего времени. Сейчас все нужно решать с помощью разговоров И каких-то подписаний разных бумаг. Что мы можем сделать ради ветеранов сейчас в наше время? Нужно открывать фонды для их содержания, Нужно помогать им во всяческих работах И как-то поддерживать их всегда морально и физически. Собственно, я делаю для этого, может быть, небольшой вклад. Когда приезжаю на каникулы, по соседству живет бабушка-ветеранка. Ей помогаем, я и мой друг, вскапывать землю в огороде, Помогаем по дому убираться и остальные хозяйственные дела. Наш город, Ленинград, Петербург, всегда славился своими учебными заведениями. Достаточно сказать, что накануне войны в Ленинграде, в нашем, Было только пять артиллерийских училищ. Пять училищ было. И считаю, что были авиационные училища, танковые училища. И мы готовились к этой войне. Я кончил Ленинградское артиллерийское училище. Нас выпустили при слове названия лейтенантов. И мы направились на фронт. Я прошел всю Великую Отечественную войну, Начиная от Ленинграда, от Лужского рубежа до Берлина, До 1945 года, когда полностью была разгромлена фашистская Германия. И наши молодые офицеры, которые кончили в 1941 году училище, Сыграли очень большую роль в этой победе. Я выступаю за мир. Я учусь в Кронштадтском морском кадетском корпусе. Я считаю, что армия создана для мира, а не для войны. Мне кажется порой, что солдат С кровавых не пришедшие поли. Не в землю нашу полегли когда, А превратились в берег журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, Летят и подают нам голоса. Не потому, как часто и печально, Мы замолкаем, глядя в небеса. Я знаю, что у меня мой прадедушка, Прадисвет Борис Николаевич, Участвовал в Великой Отечественной войне. Имел 40 медалей и два ордена. Он получил контузию и ранения, но дожил до конца Великой Отечественной войны. И через два года после нее он умер по осложнениям. Я хочу пожелать старшему поколению, кто был в войне, был в блокаде Ленинграда, Счастья, долгих лет жизни, удачи. И чтобы они еще много прожили и много нам рассказали. Великой Отечественной войны Рядом со мной стоят кавалеры ордена Александра Невского. Это Пальмский Георгий Леонардович и Мужиков Анатолий Николаевич. Это те люди, которые во время Второй мировой войны Получили эту высокую правительственную награду Полководческий орден Александра Невского За проявленное мужество и умение руководством воинскими подразделениями. Клуб наш, кавалеров ордена Александра Невского, был создан в Ленинграде. 21 год тому назад мы разыскали здесь 400 кавалеров, которые были награждены этим полководческим орденом. К сожалению, за эти годы судьба неумолима. Нас осталось всего 30 человек. Но все, кто остались, они все горят желанием оказать какую-то помощь в деле воспитания нашей молодежи. И клуб занимает очень авторитетное место в нашем городе. Я являюсь кавалером ордена Александра Невского с самого основания нашего клуба, клуба кавалеров ордена Александра Невского. И на протяжении вот этих лет, в которых существует клуб, мы активно включились в работу в пропаганде боевой славы нашего клуба, наших кавалеров ордена Александра Невского. Мы активно включились в работу встречи с учащимися, проводим уроки божества и в целом по отдельности, и так в целом наш клуб участвует активно в этих мероприятиях. Это очень хорошо и знаменательно, что наши встречи проходят регулярно с молодежью, потому что ради молодежи, в принципе, и создан наш клуб, ради передачи вот этих традиций патриотизма, мужества, любви к родине, ради чего наши отцы защищали и отстаивали свободу и независимость нашей страны. И вот эти встречи, которые проходят у нас с молодежи, они не только молодежи нужны, и нужны нам, как сыновьям наших отцов кавалеров, в первую очередь нужны и кавалерам. Потому что что грех оттаить? Уже силы, конечно, на исходе, много физических сил уже не осталось. Но вот эти встречи, они дают тот духовный заряд, тот высокий потенциал, ради которого наши отцы и отстаивали нашу независимость. И слава Богу, что они видят, что их труды, их кровь, которую они проливали в течение всего этого периода Великой Отечественной войны, не зря была пролита, что все-таки вот поколение, которое идет за ними, достойно того, чтобы жить в нашей стране и быть защитником нашей Родине, если это потребуется. Мы так давно, мы так давно не отдыхали, Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, И завтра, завтра наконец последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть, Последний бой, он трудный самый, А я в Россию домой хочу, Я так давно не видел маму. Субтитры создавал DimaTorzok